Добрый день. Сначала нужно сказать, сегодняшняя лекция будет состоять из двух частей. Первая будет посвящена тому, как Кыргызстан вошел и адаптировался к Евразийскому экономическому союзу. А вторая часть будет посвящена перспективам решения Евразийского союза на азиатском направлении. То есть Евразийский союз развивается, количество партнеров у него увеличивается. То есть вторая часть лекции будет посвящена этому. В прошлом и в этом году будет несколько юбилеев, которые связаны с евразийской интеграцией. В прошлом году было 25 лет самой идеи создания Евразийского союза. Сама идея была предложена Назарбаеву в 1994 году. То есть спустя три года после распада Советского союза, то есть когда стало понятно, что нужно искать выход из той ситуации 90-х годов, в этом году исполнилось 10 лет таможенному союзу, и будет 5 лет членства Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. То есть Кыргызстан в Евразийский союз вступил чуть позже, чем он был организован Россией, Белоруссией и Казахстаном. Хотя в переговорах по созданию таможенного союза Кыргызстан участвовал с самого начала. Но из-за внутренних проблем подключился к этому процессу позже. А то, что касается особенностей вступления Кыргызстана в Евразийский союз, переговоры шли несколько лет, и республика добилась определенных льгот для вступления в Евразийский союз. А с чем была связана необходимость этих льгот? Была и существует большая разница между экономическим потенциалом стран, которые входят в Евразийский союз. То есть если мы берем экономику Кыргызстана, то объем ВВП примерно 9 миллиардов долларов. Если берем экономику Казахстана, то экономика Казахстана больше 100 миллиардов долларов. То есть даже ближайший сосед в разы крупнее, чем Кыргызстан. То есть последнее Кыргызстан требовало адаптации определенных льгот, чтобы республика могла вступить и при этом не создавать проблем себе и другим. Я не сравниваю там экономику Кыргызстана и России, там разница вообще в сотни раз. Такая же разница есть в соотношении ВВП на одного человека. То есть в Кыргызстане ВВП чуть больше 1200 долларов на человека. То есть на самом деле этот ВВП очень маленький, и он связан с тем, что промышленный потенциал республики был утрачен еще в начале 90-х годов. То есть вот эта деиндустриализация была очень быстрой, и выбраться из этой деиндустриализации до сих пор не получилось. Поэтому, когда республика начала переговор о вступлении, партнеры пошли на оказание помощи. Российская Федерация дала технический грант в 200 миллионов долларов. То есть эти деньги пошли на оборудование для оснащения границ, лаборатории, средств контроля, то есть то, что было необходимо, чтобы соответствовать стандартам Евразийского Союза. Была создана интересная структура РКФР, Российско-Киргийский фонд развития. То есть специальная финансовая структура, первоначально ее капитал был 500 миллионов долларов, то есть Россия внесла эти деньги для функционирования фонда. Эти деньги выделяются в качестве льготных кредитов для развития разных секторов реальной экономики республики. Поэтому акцент делается на тех секторах, которые экспортоориентированы, чтобы Кыргызстан был более включен в евразийскую интеграцию и был более полезен своим соседям. То, чтобы экономика республики не была замкнута на себе, а была связана больше с соседями. Сейчас РКФР успешно работает. Он существует с 2014 года, было подписано специально межправительственное соглашение по его созданию. Сейчас его капитал более миллиарда долларов. То есть он работает достаточно успешно. Следующим важным шагом было. На территорию Кыргызстана зашла российская корпорация «Газпром». Она выкупила за символическую цену национальную газовую компанию, компанию «Киргизгаз». Компания «Киргизгаз» была государственная, компания «Монополист», которая полностью обеспечивала снабжение газом по всей территории республики. То есть «Газпром» ее выкупил по специальному соглашению, при этом взял на себя долги этой компании. И уже несколько лет существует компания «Газпром Кыргызстан», которая занимается развитием газоснабжения по республике, проводит специальную программу газификации республики. То есть «Кыргызстан» в силу горного рельефа мало газифицирован. То есть если мы берем крупные города Бишкек и Ош, то они давно газифицированы. А если мы берем другие регионы республики, то там газификация небольшая, а есть горные регионы, где газоснабжения просто нет. То есть в советское время этим не заморачивались, то есть крупные города газом были обеспечены, Бишкек и Чуйская долина вокруг него обеспечены газом, на юге Ош и Ошская область обеспечены газом, то есть там, где находится основной промышленный потенциал, они были обеспечены газом еще в советское время. А сейчас компания «Газпром Кыргызстан» занимается газификацией республики. Там долгосрочная программа, достаточно дорогостоящая. Это делается для того, чтобы инфраструктура республики была сопоставима с инфраструктурой других стран Евразийского экономического союза. Следующее, что получила республика, это помощь в оснащении госграницам. То есть в прошлом году Россия выделила оборудование на 700 миллионов рублей для того, чтобы оснастить часть госграниц республики. Потом оснастили ту часть госграницы, которая находится на границе Кыргызстана и Казахстана. То, чтобы там оборудование было современным и соответствовало стандартам Евразийского союза. Казахстан тоже вел переговор о предоставлении помощи Кыргызстану. В 2014 году была договоренность о том, что Казахстан предоставит грант 100 миллионов долларов. Но вот с этим грантом возникла некоторая проблема. В 2014 году по всем странам ударил экономический кризис, и Казахстан затянул передачу этих денег. Три года шли переговоры. В итоге Кыргызстан просто отказался, потому что три года шли переговоры. В Казахстане свои экономические трудности, для них эта сумма внезапно стала очень крупной. И в Кыргызстане руководство страны решило отказаться от этого соглашения, которое после не исполняется. Переговоры затянулись. И в итоге Тожка Совета Казахстана этот грант не был предоставлен. В 2017 году официально он был расторгнут, это соглашение было расторгнуто со стороны Кыргызстана. Когда еще в 2010-2011 году начали обсуждать вступление в таможенный союз, а потом в Евразийский союз, Внутри республики было два основных подхода к таможенному союзу, а потом к Евразийскому союзу. Первый подход это интеграция как возможность, то есть у республики появятся некоторые возможности, которые можно будет использовать для развития страны. Вторая точка зрения, которая была распространена, это то, что вступление в интеграционный проект становится гарантией развития страны. То есть как внутри общества, так и внутри элита существовало две точки зрения. Была еще точка зрения противников участия Кыргызстана в интеграционном проекте, но эта точка зрения не пользовалась поддержкой. И в основном такую позицию занимали прозападонасстроенные силы. То есть они выступали резко против участия республики в интеграционном проекте, говорили о том, что вступление в таможенный союз, потом в Евразийский союз, это угроза суверенитету. Но эти силы не имели большой поддержки в обществе. То есть при проведении всех опросов, начиная с 2010-2011 года, в республике подавляющее большинство населения поддерживают участие в интеграционном проекте. Следующий важный момент. Чтобы лучше понять специфику евразийской интеграции, надо учитывать разницу между странами, которые входят туда. То есть мы сейчас находимся в России, для России Евразийский союз – это один из проектов. То есть страна большая, самодостаточная, поэтому Евразийский проект рассматривается одним образом. А в других странах Евразийского союза евразийская интеграция выглядит иначе. То есть я использую такой термин, чтобы объяснить специфику участия Кыргызстана в Евразийском союзе – это малая евразийская страна. То есть в силу размера экономики, военного потенциала территории, населения, она отличается от других участников. Ну, малая евразийская страна, в принципе, можно назвать и Армению. Тоже небольшая горная страна с небольшим населением, с небольшой экономикой. На момент вступления республика имела транзитно-сырьевую модель экономики. То есть значительную часть экономики составляли торговля, сфера услуг, транзит грузов. То есть поэтому экономика республики сильно зависела от внешних факторов. То есть достаточно было там измениться курсу доллара, как экономика страны начинала трясти и лихорадить. Вместе с госбюджетом, социальными гарантиями. То есть вот скачок доллара вверх-вниз означал, что экономику будет лихорадить. Поэтому это никак не зависело от действий правительства. То есть в силу модели экономики. Был ряд проблем, которые стояли, стояли перед республикой, которые нужно решить. Это деиндустриализация. То есть это последствия реформ, которые были проведены в начале 90-х годов, когда в республике быстро закрыли несколько тысяч предприятий. В том числе и среди закрытых предприятий были те, которые участвовали в космической программе Советского Союза. То есть и их закрыли. То есть вот эта волна либеральных реформ, предложенных иностранными советниками, привела к тому, что промышленность быстро исчезла. Еще одна особенность республики – это ее политическая нестабильность. То есть Кыргызстан даже от соседей отличается тем, что у нас сейчас уже у власти находится пятый президент. Здесь еще надо учитывать, что у нас два президента были вынуждены покинуть свою должность. Еще один президент Роза Тунбаева была президентом переходного периода. То есть она была временным президентом, у нее полномочия были полтора года. То есть она была избрана специальным способом на референдуме, чтобы обеспечить транзит власти до следующих стабильных выборов, следующих легитимных выборов президента. Еще одна проблема, которая осталась в республике, это последствия 90-х годов, из которых еще мы не выбрались, это архаизация, криминализация страны. То есть в чем это проявляется? Архаизация – это усиление оригинального и кланового фактора, возвращение родовых отношений, усиление регионализма, достаточно быстрая исламизация, особенно в южной части республики. Поэтому исламизация достаточно сильная, хотя кыргызы являются кочевниками, к исламу относились всегда очень умеренно. То есть в отличие от оседлых жителей, своих соседей узбеков-таджиков, к исламу они относились очень умеренно. Но в 90-х годах страна была очень открытой, и стала происходить быстрая исламизация, возвращение к традиционным порядкам. И это вполне закономерно. Население республики до сих пор в основном – это сельское население. Две трети населения республики Кыргызстан – это сельское население. То есть городское население примерно 35%, и городское население в основном сосредоточено в двух крупных городах. На севере республики – это Бишкек, на юге – это Ош. Чтобы понять динамику политических процессов, нужно учитывать, что Кыргызстан от России отличается тем, что это сельская страна. То есть Россия – городская страна, это разная динамика социальных и политических процессов. То, что касается криминализации, Кыргызстан находится на пути афганского наркотрафика, и это сильно влияло и влияет на республику. То есть у нас уровень преступности достаточно высокий по сравнению с нашими северными соседями. То есть более слабое государство, которое не справляется с решением этой проблемы. Следующий момент. В силу того, что переговоры шли несколько лет, внутри республики шли дискуссии, то есть были определенные ожидания. Что получит республика после того, как подпишет документы о вступлении в интеграционный проект? Ну, было два крупных ожидания, которые проговаривались вслух государственными чиновниками. А первое – это улучшить положение трудовых мигрантов из республики на территории России и Казахстана. То есть республика имеет население примерно 6 миллионов человек, до миллиона из них находится на заработках в основном в России. Еще небольшая часть из этого количества находится в Казахстане. Переводы этих трудовых мигрантов важны для республики. По данным на прошлый год, трудовые мигранты из России перечислили в Кыргызстан 2 миллиарда 400 миллионов долларов. Это больше, чем годовой бюджет республики. То есть это примерно четверть ВВП республики. То есть эти деньги позволяют значительной части населения покупать небольшие участки земли, покупать машины, строить дом, сыграть свадьбу, поминки провести, юбилей отметить. Вот этот стабильный доход от трудовой миграции позволял решать проблему нехватки рабочих мест в республике и обеспечивать достаточный уровень для населения, достаточный уровень жизни для населения. Второе ожидание, которое проговаривалось вслух, это рост прямых иностранных инвестиций. То есть республика небольшая, объем экономики небольшой и иностранные инвестиции были и остаются крайне важными для республики. То есть было такое ожидание. Что мы имеем спустя примерно 5 лет после вступления в Евразийский Союз? На маленькой экономике достаточно легко проследить изменения. Первое, это улучшилось положение трудовых мигрантов в России. То есть им стало проще, они не покупают патенты. У них более льготный режим работы в России по сравнению с гражданами Узбекистана и Таджикистана. Кстати, поэтому в соседних республиках на это реагируют, обижаются. То есть чем они хуже для России, чем Кыргызстан. А следующий важный момент. Заметно увеличился экспорт продукции, которая производится в республике. Это касается сельского хозяйства и швейной промышленности. То есть большая часть сельхозпродукции и швейной продукции в республике производится под заказ для России. То есть если мы берем, например, Бишкек, столицу республики, в столице мало местных овощей и фруктов. Потому что большая часть уходит на экспорт в Россию, потом уходит стабильно, логистика выстроена достаточно давно. Я могу привести пример. В одном из регионов, Иссыкуйская область, там, где находится озеро Иссыкуль, часть урожая каждый год покупают еще весной. То есть приезжают предпониматели, ездят по селам, села специализируются на различных видах сельхозпродукции, абрикос, яблоки, груши, чеснок. И в начале сезона скупают все, что у них вырастет. Осенью приходят фуры, все грузят, опечатывают, и этот груз уходит в Россию. В основном это центральная часть России, юг Сибири, Урал. То есть значительная часть уходит с продукции, и швейная продукция просто уходит за поделы республики на российский рынок, который гораздо больше, цены здесь гораздо выше. То есть то, что остается в республике, это небольшая часть. То есть это выглядит странно, но экспорт гораздо выгоднее, чем продажа внутри республики, из-за разницы в цене. То есть могу привести разницу, чтобы представить вот эту разницу. Если берем на паеку клубнику, я в прошлой осенью был в командировке в Екатеринбурге, видел там киргизскую клубнику, она стоила 450 рублей, а в Бишкеке она стоила от 100 до 130 рублей. Та же самая, ну, на месте производства. То есть разница просто в 4 раза. Вот отсюда резкий рост экспорта, поэтому фермеры, которые производят стихозпродукцию, они горячо поддерживают Евразийский Союз. Я их понимаю. То есть в чем их интерес. Следующий важный момент. Республика имеет стабильный рост ВВП. То есть он колеблется от 4 до 6% в год. Несмотря на то, что есть там разные экономические проблемы, рост ВВП стабилен. За счет чего? То есть республика наращивает экономические связи с более крупными рынками, Россия и Казахстан. Ну, еще сейчас Белоруссия увеличивает экономические связи. И это дает стабильный рост ВВП. И связанный с этим там рост налоговых сборов понемногу растет госбюджет. То есть это дает возможность правительству спокойно планировать там ближайшие 2-3 года деятельности. Следующий важный момент, который важен для маленькой страны, это Евразийский Союз как эффективная площадка для переговоров. Здесь могу поставить пример. Есть ряд экономических споров между Кыргызстаном и Казахстаном. Россия в этих спорах не участвует. И этот спор связан там по поводу транзита грузов из Кыргызстана через Казахстан в Россию, там проблема контрабанды в обоих направлениях, проблема фотосанитарного контроля. То есть вот эти споры между Кыргызстаном и Казахстаном существуют в последние 30 лет. До вступления в Евразийский Союз эти споры были на двустороннем уровне, периодически создавали политические проблемы двум странам, потому что суммы, о которых спорят, достаточно крупные. Как только вступили в Евразийский Союз, вот эти споры ушли на уровень Евразийского Союза. То есть в эти споры вовлечены еще несколько стран, и через Евразийскую экономическую комиссию эти спорные вопросы обсуждаются, их стало решать проще. То есть когда конфликт ушел, вот эти конфликтные вопросы ушли с двустороннего уровня, на межнациональное, на уровне Евразийской экономической комиссии, стало обсуждать их проще. Следующий важный момент. С момента вступления в Евразийский Союз Кыргызстаны ориентируются на стандарты Евразийского Союза. Они гораздо выше, чем те, которые были в республике. В результате у нас улучшается инфраструктура, улучшается бизнес-среда. И учитывая, что Евразийский Союз – это общее экономическое пространство, Кыргызстан смог начать экспортировать к соседям более сложную продукцию. То есть не только швейная продукция, сельхозпродукция, но и то, что производит перерабатывающая промышленность. За счет общего экономического пространства. Раньше на двустороннем уровне это сдерживалось. То есть Казахстан на границе создавал некоторые проблемы для транзита продукции, перерабатывающей промышленности. А теперь этого нет. Это открыло некоторые возможности. Следующий важный момент. Нужно учитывать, что республика находится на границе с Китаем. Как только республика вступила в Евразийский Союз, нашу внешнюю границу с Китаем стали защищать таможенные пошлины Евразийского Союза. Китайцы посмотрели на эту ситуацию и нашли простой выход. Стали переносить сборочные производства свои из Китая на территорию Кыргызстана. Во-первых, они таким образом обходят таможенные пошлины Евразийского Союза. Во-вторых, та продукция, которая собирается на территории Кыргызстана, получает штампик произведено на территории Евразийского Союза. То есть она уходит на экспорт во все страны Евразийского Союза. Для республики это означает там рост промышленности, увеличение рабочих мест. А китайцы таким образом решают свою проблему по выходу на рынки Евразийского Союза. То есть вот в Одессе есть некоторые плюсы и минусы. Следующий момент тоже касается отношений Кыргызстана и Китая. В силу разницы экономик, то есть китайская экономика в тысячи раз больше, чем экономика Кыргызстана, обеспечить защиту своей экономики от китайского влияния в республике крайне сложно. Поэтому вступление в Евразийский Союз – это определенный балансир для растущего китайского влияния. То есть вот Китай через территорию Кыргызстана экспортирует товаров, которые суммарно стоят больше, чем объемы ВВП республики. То есть вот чтобы как-то сбалансировать вот этот дисбаланс, в роли балансирования выступает Евразийский Союз. То есть для России это не актуально, Россия большая страна с большой экономикой, то есть здесь это незаметно. А для маленьких стран это важно. То есть на примере Кыргызстана можно понять, в какой ситуации оказывается Казахстан, Монголия, Таджикистан, Туркмения. То есть те страны, которые попадают в сферу влияния Китая. А теперь то, что касается проблем. То есть прошло 5 лет, видно, что не все, что ожидалось, реализовано, есть некоторые проблемы. Первая проблема – это нет большого притока иностранных инвестиций. Единственное исключение – Китай. Здесь китайские инвестиции привели к тому, что сейчас внешний долг республики – около 4 миллиардов долларов, примерно половина – это долги перед китайскими госбанками. То есть китайцы стали инвестировать в республику, там инфраструктурные проекты, линии электропередач, тест в городе Бишкек, крупные дорожные проекты. То есть обновили дороги в республике для транзита китайских грузов. Вот с этой проблемой республика пока не справилась. С тем, что нет большого притока прямых иностранных инвестиций. Следующая проблема – это слабая защита интересов республики на уровне Евразийского союза. Но это связано с тем, что элита республики, чиновники, бизнесмены еще не привыкли, еще адаптироваться к работе в Евразийском союзе. То есть там есть механизмы, которые республика может задействовать для защиты своих интересов. Например, суд Евразийского союза. То есть когда возникает спор между странами, национальные правительства могут апеллировать сразу в суд Евразийского союза, решение которого является обязательным для всех стран Евразийского союза. То есть республика пока этот механизм не использовала, экономические споры с Казахстаном пытаются решать, не доводя до суда Евразийского союза. Хотя это тоже вариант, когда способ разрешения конфликтов и поиска компромиссов. Следующий момент – это внутренние проблемы системы госуправления. То есть в Кыргызстане слабое государство с высоким уровнем коррумпированности, со слабыми органами власти. То есть за время пребывания в Азийском союзе система госуправления меняется очень медленно. То есть по сравнению с нашими соседями у нас слабое неустойчивое государство. То есть это наша проблема и заодно проблема наших соседей, с которыми мы оказались в одном общем пространстве. Следующий момент – это то, что в республике, несмотря на то, что мы стали частью евразийского пространства, сохраняется теневая экономика. Что туда входит? Достаточно большой поток контрабанды в разных направлениях. То есть грузы через республику идут, из республики. То есть эта проблема сохраняется. То есть вот эта внешняя граница Евразийского союза остается до сих пор достаточно прозрачной для грузов других стран. То есть это создает определенные проблемы. То есть будет необходимо вытаскивать эту теневую экономику из тени, делать ее прозрачной, пока эта проблема сохраняется. Следующий важный момент для понимания ситуации в республике – экономика остается мелкотоварной и достаточно примитивной по структуре. То есть вот были случаи, когда в республику к нам заходят российские компании, смотрят на рынок, пытаются найти себе партнеров. То есть, например, компания, ритейлеры, крупные сети к нам приходили, они приходят и говорят, давайте мы у вас будем закупать сельхозпродукцию просто тысячами тонн. А чиновники говорят, а где мы столько сразу соберем? То есть вот сельское хозяйство из республики – это примерно 400 тысяч фермеров. То есть коллективное хозяйство в начале 90-х годов распустили, каждый получил поколочку земли, и в сельском хозяйстве мы имеем 400 тысяч фермеров. Крупных и средних компаний там почти нет. То есть когда крупная компания из-за границы заходит, смотрит, а им сложно выставить логистику, это нужно работать с большим количеством мелких фермеров, собирать продукцию, складировать, а потом ее вывозить. То есть связано со структурой экономики. То есть инвесторы приходят, смотрят и сталкиваются с мелкотоварностью. То есть у нас нет таких крупных агрохолдингов, которые есть в России. Вот у нас их просто в принципе как класса нет. То есть поэтому поставки сельхозпродукции идут небольшими партиями. То есть то, что предприниматели приходят, могут скупить на небольшой территории, быстро собрали, увезли. Хотя в советское время республика производила достаточно большое количество сельхозпродукции. Но в 90-х годах колхозы развалили, технику с землей разделили, а мелкие фермеры не могут производить большое количество сельхозпродукции. Следующий момент связан с деиндустриализацией. Промышленность республики развивается очень медленно. То есть ее долю, она имеет несопоставимую долю по сравнению с промышленностью других стран Евразийского Союза. То есть когда, например, партнеры из Беларуси приезжают в Кыргызстан, смотрят, понимают, что на территории Кыргызстана не с кем сотрудничать. Хотя там белорусские компании к нам заходили и заходят, они пытаются там сельхозтехнику продавать, там разные виды транспорта, но им сложно работать, потому что у них нет сопоставения их партнеров в республике. То есть это последствия деиндустриализации. Следующий момент. Республика до сих пор адаптируется к условиям Евразийского Союза. Есть целый ряд изъятий, которые будут существовать еще 2-3 года. То есть специально, когда республика вступала в Евразийский Союз, правительство оговорило несколько десятков временных изъятий для того, чтобы республика могла адаптироваться. Поэтому эти изъятия, они не просто экономические, они имеют еще социальное значение. Могу повести такой пример. 31 декабря 2019 года истекло одно из изъятий для республики. У республики был специальный режим завоза иностранных автомашин на территории Кыргызстана. То есть республика завозила, с завезенного транспорта не платились таможенные пошлины Евразийского Союза. Для правительства это было удобно. Уровень жизни в республике маленький. Большинство людей могут купить только старые, поддержанные иномарки. То есть новые машины могут купить только представители там среднего класса и богатые. То есть для большинства населения новые машины были недоступны. Поэтому это изъятие существовало там 5 лет, позволяло не обострять социальную ситуацию. 31 декабря 2019 года это изъятие закончилось. Вступили требования Евразийского Союза. Теперь старые иномарки, которые завозятся в республику, их растаможка будет стоить в 10-11 раз дороже. То есть теперь республика столкнулась с проблемой, которую надо решать. Ее пытаются решать, просили Евразийскую экономическую комиссию продлить эту льготу еще на несколько лет. Ну Евразийская экономическая комиссия отказалась, сказала, что вот правила общие для всех, только для Кыргызстана это изъятие. Если его сохранять, значит это будет недовольная Армения, Казахстан, у которых такой льготы нет. В итоге мы имеем ситуацию, когда старые иномарки заметно подорожали. А какой выход возможен? То есть там в конце года к нам зашла российская компания, в Бишкеке открыли дилерский центр, и теперь к нам привозят иностранные машины российской сборки. На них не распространяются таможенные пошлины Евразийского союза, и они достаточно недорогие. Насколько я помню, это марки, по-моему, «Лада» и «Рено». То есть то, что собирается в России, стали перегонять к нам, и они попадают в средний ценовой сегмент. То есть таким способом решают проблему с растаможками. Ну хотя этот вопрос еще не закрыт, там национальное правительство ищет способ сохранить низкие цены на автомашины. Это можно сделать, если снизить, изменить национальное законодательство, просто снизить вот эти тарифы на растаможку внутри республики, чтобы цены на машины сильно не подскочили. Ну, кстати, население подготовилось к тому, что эта льгота закончится. За последние 2-3 года в республику завезли большое количество старых машин. Некоторые кыргызстанцы, которые работают в России, делают очень просто. Покупают машину с российскими номерами и пригоняют в Кыргызстан. То есть в республики попадают машины с российскими номерами. У нас общеэкономическое пространство и достаточно долгое время у нас на той республике можно ездить с госномерами соседних республик. То есть вот я видел там с российскими номерами. То есть купили российской сборке машину, пригнали и используют. Поставить на учет достаточно легко. То есть у нас это небольшие деньги и достаточно простая процедура. Что может дать участие в Евразийском союзе в маленькой стране? Чтобы больше бонусов получить, республике надо адаптироваться к Евразийскому экономическому союзу. То есть приучать чиновников и бизнесменов работать в условиях Евразийского союза. То есть вот за последние 2-3 года ряд компаний республики получили статус евразийской компании. То есть они стали выходить на уровень евразийской комиссии, регистрироваться, и теперь имеют право работать на территории всего евразийского пространства. Поэтому эти частные компании делают это самостоятельно. Следующий момент. Республике нужно становиться более привлекательной для инвесторов. С этим есть серьезные проблемы. Следующий момент. Это участие в транзитных коридорах. То есть, например, сейчас часть грузов, которые проходят через республику, идут через территорию Кыргызстана и уходят в Таджикистан. То есть республика зарабатывает на транзите грузов. Следующий момент. Кыргызстан находится перед вызовом, нужно проводить системную модернизацию. То есть чиновники это понимают, но пока сделать это не получается. Республика там находится в состоянии политической нестабильности, целый ряд экономических проблем, экономически-социальных проблем, хотя необходимость системной модернизации давно назрела. Следующий момент. Кыргызстан может выиграть от Евразийского союза, если Евразийский союз будет становиться больше. То есть за счет расширения Евразийского союза в Центральной Азии. То есть за счет включения соседних стран, на пыль того же Узбекистана и Таджикистана, с которыми у республики достаточно много связей. То есть если границы станут более прозрачными, то есть таможенные барьеры исчезнут, республика сможет выиграть за счет коммуникации с соседями. За счет транзита, груза, экспорта, импорта. Для страны с небольшой экономикой это заметно. То есть для Российской Федерации, может быть, это не так заметно, а для маленькой страны с небольшой экономикой это очень заметно. А теперь то, что касается азиатского направления Евразийского союза. Евразийский союз развивается, количество его партнеров увеличивается, появляются зоны свободной торговли, страны-наблюдатели. В силу ряда причин западное направление для Евразийского союза пока не дает больших перспектив, остается Восток, то есть по сути Азия. Какие страны могут быть потенциальными партнерами на перспективу для Евразийского союза, которым будут заинтересованы дальше развивать отношения с Евразийским союзом? Это Узбекистан, Таджикистан и Монголия. То есть по ряду причин они заинтересованы в Евразийском экономическом союзе. То есть это может проговариваться вслух, может не проговариваться вслух. Начну с самой крупной по населению, размеру экономики страны, это Узбекистан. То есть Узбекистан последние три с небольшим года достаточно быстро меняется. Узбекистан постепенно переходит к экспортоориентированной экономике. Притом соседям это очень хорошо заметно. За последние три года Узбекистан нарастил экспорт во все соседние страны. То есть Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения. То есть Узбекистан плотно занялся в Центральной Азии. Что нужно Узбекистану от стран Евразийского союза? Во-первых, это доступ к рынкам. То есть крупнейшие рынки Евразийского союза это российский и казахстанский. То есть Узбекистану, чтобы получить максимум выгоды от экспорта, нужны крупные рынки. Российский и казахстанский. Следующий важный момент это технологии. То есть в Узбекистане технологий не хватает, а для развития страны они крайне необходимы. Где их можно взять? В качестве примера можно привести проект строительства атомной электростанции. То есть Узбекистану нужна дешевая энергия, которая будет длительное время обеспечивать рост экономики. Отсюда и необходимость строительства атомной электростанции. Кто может помочь построить атомную электростанцию в Узбекистану? Только Россия. То есть ни одна другая страна не пойдет на передачу таких технологий Узбекистану. Следующий важный момент для Узбекистана это дешевое топливо. То есть если мы берем страны Центральной Азии, бензин самый дешевый это в Казахстане за счет собственного производства. Следующий по стоимости бензин идет это Кыргызстан, просто получает российское топливо без таможенной пошлины. Поэтому бензин в Кыргызстане в среднем стоит как в России. Хотя республика находится там в нескольких тысяч километрах от Российской Федерации. А вот в Таджикистане и Узбекистане бензин гораздо дороже. Хотя это соседние республики и вот это выглядит странно. Но это связано с тем, что в Узбекистане и Таджикистане закупают российское топливо, но закупают с таможенной пошлиной. И это удорожает топливо и это бьет по экономике. То есть товары и услуги стоят дороже. То есть в Узбекистане для развития, более быстрого развития, нужно дешевое топливо. Его можно получить, если вот развивать сотрудничество с Россией и Казахстаном. Следующий важный вопрос это трудовые мигранты. То есть в Узбекистане очень внимательно смотрят на опыт Стана Евразийского Союза, видят, что граждане Кыргызстана выиграли от участия республики в Российском Союзе. То есть вот когда берем крупные российские города, во всех крупных городах России есть общины кыргызстанцев, узбекистанцев, таджикистанцев. То есть легче всего найти работу и работать гражданам Кыргызстана. А гражданам Узбекистана целый ряд ограничений. А учитывая, что этих мигрантов там до 2 миллионов человек, и они пересылают на родину достаточно большие суммы денег, которые они зарабатывают, это важно для страны. Поэтому правительство Узбекистана будет искать разные способы, чтобы защитить своих трудовых мигрантов. Тем более население страны быстро растет, вернуть мигрантов обратно без социальных последствий не получится. То есть население Узбекистана – это примерно половина населения Центральной Азии. Поэтому, чтобы решить эти проблемы, Узбекистан будет искать разные форматы работы с Евразийским Союзом. Как варианты, это страна-наблюдатель, а в перспективе это, возможно, зона свободной торговли или зона свободной торговли плюс. То есть кроме экономики, ряд других сфер, которые будут нужны Узбекистану для развития. Следующая республика – это Таджикистан. Ситуация в Таджикистане отличается от того, что есть в Узбекистане. Таджикистан экономически сильно связан с Россией, то есть это связано с трудовыми мигрантами, с экспортом сельскохозяйственной продукции, торговлей, которую ведет Таджикистан с Россией. Отличие Таджикистана в том, что он входит в ОДКБ, куда входит и Россия, Казахстан, Кыргызстан, Белоруссия, то есть страны Евразийского Союза. То есть Таджикистан, с военной точки зрения, привязан к странам, которые входят в Евразийский Союз. Еще важный фактор – Таджикистан, как и Кыргызстан, имеют прямую границу с Китаем. Поэтому Таджикистан сталкивается с теми же самыми проблемами. Быстро растущее влияние Китая, которое проявляется в большом долге перед Китаем. В Таджикистане он поменьше, чем в Кыргызстане. То есть Кыргызстан должен Китаю около 2 миллиардов долларов, в Таджикистан поменьше – 1,2 миллиарда долларов. Но это тоже значительная часть внешнего долга страны. Поэтому в Таджикистане очень внимательно смотрят на опыт Кыргызстана. То есть видят последствия вступления в Евразийский Союз. И это будет влиять на позицию Таджикистана. Таджикистан может пойти на статус страны-наблюдателя. Этот статус Таджикистана уже предлагался. И в перспективе на присоединение к Евразийскому экономическому союзу. Это возможно, потому что у Таджикистана есть граница с Кыргызстаном. Это территория Евразийского союза. А то, что касается теперь Монголии. Монголия экономически связана с двумя крупными странами. Это Россия и Китай. Поэтому внешняя политика для Монголии – это балансирование между двумя крупными странами. И плюс еще Монголия активно сотрудничает с другими странами Евразийского союза. То есть с постсоветскими республиками, которые входят в состав Евразийского союза. Здесь еще работает фактор. Существует историко-культурная связь с постсоветскими странами. Можно вспомнить, например, в Монголии есть достаточно большая казахская община. Поэтому Монголия поддерживает хорошие отношения с Казахстаном. Следующий важный момент – это опять китайский фактор. То есть Монголия сталкивается с быстростущим китайским влиянием. И ему нужно будет находить какой-то балансир. То есть Евразийский союз может выступить таким балансиром для Монголии. Монголия достаточно давно ведет переговоры о торгово-экономическом сотрудничестве с Евразийским союзом. То есть Монголия контактирует не просто с отдельными странами интеграционного проекта, а с Евразийской экономической комиссией. И поэтому Монголия в перспективе может стать стороной-наблюдателем или пойти на создание зоны свободной торговли. То есть есть достаточно длинная граница с Россией, большое количество контактов. Эти контакты просто расширятся, уйдут на уровень Евразийского союза. То есть Монголию тоже можно называть малой евразийской страной. Население Монголии немногим больше 3 миллионов человек. В Кыргызстане 6 миллионов, в Таджикистане 9 миллионов. Но в Узбекистане, по официальным данным, у них 3-4 миллиона населения. Поэтому темпы роста населения самые высокие в Центральной Азии. На этом закончу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...